Это чрезвычайная ситуация. Иисус сказал, что те, кто любит Его, будут повиноваться Его словам. Однако многие христиане даже не знают Его слов. Как мы, христиане, можем доверить своей Душе в руки других людей? Будь то священники, епископы, евангелисты или учителя. Можем ли мы доверять, что эти люди говорят нам всю истину, которую сказал Иисус? Иисус сказал, что человек будет жить не хлебом одним, а каждым словом, исходящим из уст Божьих. Мы будем судимы Иисусом согласно Его слов. Он однажды пришел на эту землю в одни Своей плоти и говорил, Какое у нас сегодня оправдание, чтобы не взять в руки Новый Завет и не прочитать, что Он сказал? Дорогие братья, время близко. Смерть может прийти в любой момент, и она придет. Окончательная смерть обрушится на нашей жизни. Мы не можем жить, спрятав голову в песок, как глупцы, потому что человеку назначено один раз умереть, а потом будет суд. Иисус сказал, какая польза человеку приобрести весь мир, если он потеряет душу свою? Сегодня нам нужно повернуться и сделать шаг к истине. Это срочно. Это чрезвычайная ситуация. Бог призывает нас сегодня, а не завтра. Ожидание завтрашнего дня опаснее, чем мы думаем. Мы должны быть внимательны. Не важно, кого ты слушаешь. Не отдавай должное ни одному человеку, ни мне, ни другому слуге. Иди к Иисусу сегодня. Твой ответ в Иисусе. Он живой. Проси у Него, Святого Духа, будь готов покаяться. Взывай к Нему сегодня, не завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова